все давайте приступать ну вот мы возвращаемся к формату значит когда его аудитории вот тут еще люди у нас сидят в зуме попробуем провести так значит круто что вы пришли все сюда значит мы сегодня с вами немножко вернемся к тому же должны были раньше обсудить просто там чтобы к на раньше проговорить мы там взглянули планы вот сегодня мы поговорим с вами про штуку которая называется частичное обучение по-английски термин semi-supervised learning вот на русский это переводят обычно как частичное обучение а вот значит что это такое задумка здесь довольно простая задумка в том что у нас есть какие-то размеченные данные которых как обычно мало и которые сложно раздобыть а мы хотим какие-нибудь еще заиспользовать неразмеченные данные то есть вот у меня здесь будет какая-то выборка x давайте ее обозначим l да ну или давайте ну да пусть будет excel это значит какая-то выборка из l объектов для которых я знаю правильные ответы а еще есть какая-то ансупервайз выборка где вот у меня просто объекты есть какого-нибудь там l плюс 1 до например l плюс n в вот вот значит такая история ну почему вообще такая сдача возникает давайте несколько примеров что ли приведу значит есть вот например такой здравствуйте есть вот например такой датасет у меня катя лобачева убила бы за такое слово значит называется pen chinese 3 bank значит это датасет в котором есть 4000 предложений на китайском для которых построено дерево разбора всего 4000 таких деревьев то есть вот у вас там что-то на китайском написано и не умею писать китайские иероглифы поэтому вот так это будет обозначено вот это значит такое и там такое такое дерево разбора это когда грубо говоря у вас там для каждого слова написано какая-то часть речи и написано как они там взаимодействуют между собой то есть какая-то вот такая штука у вас там нарисована вот значит этот датасет собирали два года то есть вот 4000 предложений где вот просто китайские символы как-то поразмечали сказали что там типа подлежащие что сказуемо это очень большое количество времени заняло но при этом как бы это очень полезные данные на них там обучают много разных прикольных моделей и так далее но два года ну а при этом просто китайских предложений каких-то до китайских текстов ну сколько угодно в целый интернет ну хорошо половина интернета пожалуйста мор можно раздобыть вот и вот как бы хочется чтобы мы как-то могли за использовать вот эти вот не неразмеченные еще китайские предложения чтобы значит как-то с этими данными работать и лучше модели строить но забегая вперед скажу что больших успехов этой области к сожалению нет то есть задумка конечно интересная как-то вот расширить улучшить качество моделей за счет неразмеченных данных но что-то не получается я вот пытался как-то раз в итоге только хуже становится если все эти методы заводить вот но тем не менее направление интересное поэтому хочется чтобы про него знали я вам про него расскажу и кто знает может быть когда-нибудь это значит будет пригождаться давайте рассуждать сюда давайте пытаться придумать что-то есть разные подходы к тому как это делать ну и первый давайте вас прошу вот ваши идеи вот что можно делать чтобы работать с неразмеченными данными дополнениях размеченным чтобы предложили так то есть можно было бы как бы по кластеру распространить метку этого класса да очень такое так то что в домашке вы делали да но собственно в чате тоже говорят ну хорошо то есть это самый простой подход а еще какие-нибудь идеи но с кластеризации запомнили еще что-нибудь не приходит в голову ничего а то есть сделать какой-то то что называется self supervision да как бы да но self supervision как бы тут куда лучше себя проявил действительно вот но да давайте сейчас говорить именно про значит частичное какое-то ну вот первый подход собственно да то что у вас было в домашке то что называется селф-трейнинг идея очень простая значит типа первый шаг мы обучаем какую-то модель на размеченной выборке обучаем а от x на размеченной выборке ну любую модель дальше мы строим прогнозы для неразмеченной выборки применяем а от x к x unsupervised дальше мы выбираем на размеченной выборке ну давайте вот а кстати вот тут чате еще идея подъехала алексея здесь можно обучить умную модель на маленьком числе объектов потом разметь все эти сложные моды ну да 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 то есть это тоже это близко к тому что сейчас будем обсуждать вот окей а ну типа нет даже то то что вот алексей предлагает то скорее что-то типа учителей ученика типа student model ну да да можно и так значит дальше нам нужно как-то выбрать объекты которые мы признаем размеченными но вот варианты какие объекты мы можем типа для каких объектов мы можем от x признать меткой истинной где уверенность побольше еще какие варианты а в смысле кросс валидацию по по каким-нибудь тоже кластером например ну типа вот смотрите мы применили модель неразмеченной выборки теперь мы хотим как бы для каких-то объектов неразмеченных сказать что вот ваш класс вот такой вот на каких объектах пока идея была что-то где уверенность большая у модели поблизости можно так у вас какая мысль то же самое ага ну можно так да ну давайте напишу как бы общий вариант какой то что мы значит добавляем x от x в excel для объектов из неразмеченной выборки где где ну вот например уверенность большая или где эта модель где эти объекты близко к размеченным можно так попробовать ну еще там можно придумать многое в листик всяких ну и все и типа вот повторяем это дело до тех пор пока не сойдется называется self-training ну то есть как бы модель что-то предсказала добавили эти значит объект на которых уверенность большая к размеченным заново обучаем модель и вот так итеративно ну и как бы есть надежда что получится что-то такое вот представьте что у меня есть значит допустим вот такая выборка и есть допустим вот такая размеченная если бы вы просто строили модель на этих данных она бы получилась у вас такая но представьте что теперь у вас есть неразмеченные объекты и они вот такие ну короче вот что-то такое да то есть по сути у вас как бы эти драсти у вас как бы эти классы они продолжаются просто вам дали почему-то кусочки этих данных ну и вот тогда собственно что вы делаете вы обучили модель вот она зеленая дальше те объекты на которых уверенность большая вы размечаете то есть вы вот вот эти то есть вы вот эти объекты относите к синему классу уверенность большая вот эти объекты к красному классу относится тут уверенность большая да ну будем считать что расстояние достаточно большое там уверенность не очень высокая но вообще есть риск да но давайте типа считать что никто не там выше уходят на самом деле чтобы пример красивый был но у этого проблема да что это работает плохо я же говорил вот в этом и дело вот ну типа вот вы построите обучите на новой размеченной выборке модель она получится уже вот такая какая то ну и вот тип постепенно вы построите модель нормальную которая действительно соответствует вот этим данным вот такую какую-то модель а вот то есть вот такая задумка когда например все объекты окажутся размеченными вот можно так да 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 вот видите тут селочка у меня нарисовано возвращаемся на первый шаг да так значит алексей говоришь что можно плохие объекты отправить надо размер вот да ну можно да можно улучшить что типа еще какие-то объекты где типа уверенность там стала низкой мы там снова не размеченными называем да можно чем такое изобрести вот ну короче вот такой тупой алгоритм где-то может пригодиться но домашний он помог вам вот ну вот петр говорит что лучше логрега а вот и его спрашивает мы не можем ли мы так себя обмануть если истинная линия была между старыми новыми объектами можем можем да то есть я же не говорю что это будет идеально да да есть риск что получится так себе да есть такая проблема собственно никто не обещает что эти методы классные вот значит вот такая такой вот метод такой вот метод да ну и кстати вот еще я что-то вот не сказал давайте небольшое отступление про терминологию отступление про терминологию вот значит есть вот несколько названий у того что мы сами обсуждаем вот название первое это собственно селф супер господи сэмми супервайст ленин что смешного вот значит это собственно задача в которой у меня есть размеченная выборка есть не размеченная и мне нужно по ним построить какую-то модель которую я потом применю какой-то тестовой выборки ну типа каким-то новым данным а есть то что называется трансдуктивное обучение трансдактив ленин это ну такая довольно странная задача она искусственная в некотором смысле в которой вот у меня есть собственно вот размеченные данные и неразмеченные данные и все что от меня требуется это выдать прогнозы для неразмеченных данных то есть нужны а от x только для x у вот ну то есть в некотором смысле то что вы делаете когда соревнования на кэгрик помните решаете да по сути вам нужно только на тесте спрогнозировать что от вас не просят на самом деле модель точных случаев от вас просят просто прогнозы на тесте вот можно говорить что вы там занимаетесь трансдуктивным обучением но это такая постановка которая скорее оказывается прикольный для всякого теоретического анализа вот ну и вообще типа интересно насколько мы можем преуспеть если мы знаем на каких данных будет модель применять но просто вот хотим узнать что там случится вот ну еще конечно есть направление которое сторону наверное но вот вы уже несколько раз предложили это селф супервайз это когда у меня есть какие-то просто неразмеченные данные и мы хотим по этим данным построить какую-то модель предобученную и мы ставим на этих данных неразмеченных будет искусственную задачу например вот как мы в рту век обсуждали вы строите модель которая по контексту предсказывает какое слово в центре стоит или там строите модель которая там по картинке где закрашен кусочек закрашивает этот кусочек заполняет его и оказывается что решение такой задачи позволяет строить хорошую модель которая там по эмбэдинге для ваших данных выдает вот это как бы немножко другое но тоже мне кажется про использование неразмеченных данных просто иначе и вот селф супервижен пока лучше всего работает вот но он повторюсь про другое ну и в качестве анонса у вас будет вот курс по выбору по селф супервижен на четвертом курсе рекомендую взять вот он будет в третьем модуле вот да и до него еще дожить надо если я понимаю ну давайте дальше значит про терминологию поговорил вопросов пока нет никаких да хорошо за чатом извините я хуже слежу за чатом когда в таком формате но я стараюсь подглядывать вы там не стесняйтесь еще меня подпинывать чат побольше сделаем чтобы лучше видно да можно в чат в чате разгонять происходящее если что это приветствуется вот значит ну давайте обсуждать что-нибудь дальше что дальше я хотел обсудить с вами дальше дальше до вероятностный подход а вот значит ну вот идея вероятностного подхода заключается в следующем что ну вот есть значит извините просто нет это без претензий просто я путаю когда мне говорят или между собой но я научусь я ги обещаю что обучусь и идея вероятностного подхода такая что вот есть у вас допустим какие-то объекты значит разных классов вот например такие вот если бы просто подгоняли допустим какую-то вероятностную модель какое-то распределение под эти данные ну amateur же просто подогнали допустим там нормальную плотность или там смесь под каждый класс и у вас получилось бы что вот допустим для этого класса у вас там нормальная плотность с вот такими линиями уровня. Ну, вот здесь вот такими линиями уровня. Теперь, допустим, у вас появляются какие-то неразмеченные данные. Ну, вот, например, какие-то точки еще у вас возникают. И давайте мы потребуем, чтобы у этих точек было высокое правдоподобие хотя бы с точки зрения одного из классов. То есть нам не важно, к какому классу они относятся, но просто хотим, чтобы не было такого, что они никуда не вписываются. То есть попробуем в задачу максимизации правдоподобия, в задачу подгонки, распределения под вот эти данные, добавить требования, чтобы вот эти неразмеченные данные тоже хоть куда-то вписывались. Это вполне можно сделать. Ну, собственно, я листиками обложился. Например, можно что-нибудь такое записать. Давайте запишу идею. Идея. Хотим, чтобы у неразмеченных данных у ХУ было высокое правдоподобие. Вот. Ну, например, это можно сделать вот так. Ну, какие мы знаем штуки. Представьте, что у меня есть несколько распределений. Я хочу, чтобы с точки зрения хотя бы одного из них была вероятность высокой. Это на что похоже вообще? Конечно. Значит, давайте запишем с вами такую задачу. Если бы мы просто с вами решали задачу максимизации правдоподобия для размеченных данных, у меня было бы вот так. Я бы просуммировал по всем объектам. И здесь у меня был логарифм правдоподобия объекта ХИТ с точки зрения параметров его класса. То есть, вот так вот я записал бы. Так. Не-не-не, Петр, смотрите. Вот тут у меня сумма только по размеченным объектам. Для неразмеченных я же не знаю класс, а вот тут я использую информацию о том, к какому классу ИТ-объект относятся. Вот. У меня было бы вот так. А теперь, когда я добавляю неразмеченные данные, я могу записать еще вот такое слагаемое. Сумма ПУИ от Л плюс 1 до Н, то есть по неразмеченным объектам. И здесь у меня будет логарифм. Ну и, видимо, здесь какая-то смесь у меня будет записана. Логарифм суммы по всем классам, по всем ИГРЕКам из ИГРЕК красивого. И здесь правдоподобие, ну, видимо, какой-то ПИ еще нужно, да, у меня же смесь какая-то. Здесь какое-то ПИ ИГРЕК умножить на правдоподобие ИТ-ого объекта при условии ДЕТА-ИГРЕК. Вот. Ну и получается, что как бы я подгоняю смесь распределений, где каждая компонента смеси описывает свой класс, да, но при этом, как бы, для объектов, для которых я знаю класс, я просто требую, чтобы с точки зрения их компонента вероятность была высокая. А для объектов, которые неразмечены, я требую, чтобы с точки зрения смеси их правдоподобие, их вероятность была высокой. Вот. Такая задача. Ну и это дело я максимизирую. По всем ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИГРЕК. Вот. Ну и дальше, понятно, тут у меня смесь, поэтому можно выписать просто модифицированный ЕМ-алгоритм, то есть ввести скрытые переменные. Скрытая переменная будет говорить, из какого класса пришел каждый неразмеченный объект. Записать Е-шаг, М-шаг и подстраивать. Вот, пожалуйста. Вот в чате Иван сообщает, что ему не нравится то, что я говорю. Справедливо. Справедливо. Вот. Окей. Хорошо. Значит, вопросы какие-то про вот это. Ну, давайте обсудим, какие плюсы и минусы. Вот как вы думаете, какие преимущества у вот такого подхода? Что бы вы назвали хорошего? Что хорошего вы ожидаете от такого? Ага, есть интерпретируемость. Ну, хорошо. Интерпретируемость. Так, еще что? Ну, это тоже к интерпретируемости, наверное, можно отнести. Ну, да. Ну, вот вы же ЕМ обучали, да? Вот что хорошего было в домашнике про ЕМ? Ничего, да? Ну, типа, есть какой-то приличный алгоритм для решения, да. Ну, ЕМ вряд ли можно приличным назвать, да? То есть, наверное, что по математическому описанию есть модель, в плане, что там нейронка какая-то в сторону. Ага. Ну, то есть, вот действительно, давайте так это запишем, что если вот мы подобрали вероятностную модель, которая правда описывает наши данные, то это, типа, потрясающе, да? То эта модель прям хорошо себя покажет. Если мы угадали вероятностную модель, то все классно. Ну, а минусы понятно. Во-первых, как бы минус то, что ЕМ алгоритм нужно применять. Давайте даже подкрасим. Ну, вот, давайте, вот опять же, ваш опыт выполнения домашнего задания, да? Вот какие минусы ЕМ алгоритма вы можете назвать? Ну, объективно. Не то, что... Ну, типа, он не знает, какая класс, какая метка. Как это? Вот я вот за счет этого слагаемого внесу. А, ну, это модель такая. Нет, сюда мы прям метки внедрили, да? Ну, вот Алексей говорит, что значит производные. Да, производные точно. Сходится, вот Иван говорит, ну, тоже ЕМ, как бы, да, он же, как мы знаем, у него подпоследовательности только сходятся, да? И то, если условия выполнены. Ну, вот еще, вот в плане, ну, вот вы запускали оптимизацию ЕМ алгоритма. Вот у вас всегда сходилось к хорошему чему-то? Были ли проблемы со сходимостью? Ну, с кайфом, да? Наверное, его сложно модифицировать. Слово? То есть, если у нас новый тип условия по ЭМС, задача, то надо бы создавать в комнату, переводить. Ага, ну, наверное, можно какое-то автодиффицирование прикрутить, попытаться, да? Но это какой-то уже... Если начальный параметр плохи, то он не просто... Ага, ну, короче, да, сосходим, да, если инициализировать плохо, то проблема, действительно, да. Вот. Ну, еще как бы... Ну, такая проблема, может быть, неочевидная, но типа может получиться, что ваши неразмеченные данные, наоборот, повредят, если вы не угадали с моделью вероятности. То есть, например, они могут типа подкрепить уверенность модели в том, что нужно типа нормальные какие-то распределения подгонять, а на самом деле ненормальные должны быть. Ну, в общем, что-то... Давай так. Если не угадали с моделью, станет хуже. Станет хуже. Вот. Ну, вот еще... Ага, ну, вот Алексей говорит, что да, бонус так себе работал, только 50% разметки давали. Ну, да, да, да. Окей. Ну, в общем, поговорили про это. Есть как бы... Можно другие какие-то придумывать модели, но более-менее везде это к какому-то ЕМ-алгоритму сведется. Ну, там ЕМ-алгоритм мы с вами не любим. Так что давайте дальше. Есть подходы на основе моделей. Методы. На основе моделей. Ну, вот. То есть, идея в том, чтобы просто в функционал для обучения какой-то конкретной модели внедрить там регуляризатор или какой-нибудь дополнительное там слагаемое, которое будет учитывать неразмеченные данные. Есть разные подходы здесь. Например, вот из логистической регрессии можно получить метод, который называется expectation regularization. Вот. Его мы разбирать не будем. А из SVM можно получить метод, который называется semi-supervised SVM. Ну и тут мы на семинаре последнем с нашей группой обсуждали, что в машинном обучении есть просто боги нейминга. Вот здесь тоже давайте заметим, что вот три буквы S. И вот этот метод можно назвать S3VM. Вот так его называют. И вот его мы разберем с вами сейчас. S3VM. Значит, как этот метод устроен? Ну, давайте вспомним с вами, как работает обычный SVM. В обычном SVM мы максимизируем отступ. То есть вот есть у меня какие-то данные. И вот я хочу, значит, провести какую-то прямую, ну, гиперплоскость, которая разделяет эти данные так, что расстояние до ближайшего объекта максимальное. Теперь представьте, что у вас есть неразмеченные данные какие-то. Вот они где-то у вас тут возникли. Вот. Вот как думаете, что мне добавить в требования в SVM, чтобы эти неразмеченные данные учесть? Что бы вы предложили? А какую вот? Ну, если по-человечески, что мы потребуем? Чтобы они были далеко, неважно, с какой стороны. Просто далеко, да. Идея ровно такая. Мы потребуем, чтобы вот эти неразмеченные объекты были хоть с какой-нибудь стороны, но подальше от прямой. То есть вот сейчас прямая плохо проведена. Видимо, скорее вот как-то вот так ее нужно будет провести, чтобы она как бы между черными точками и кружочками проходила. Да, идея такая. Ну, давайте попробуем записать задачу соответствующую. Значит, мы с вами помним, что задача SVM бывает в условном виде и в безусловном. Есть такое воспоминание, да? В чате тоже есть такое воспоминание у кого-нибудь, что есть безусловная запись задачи SVM. Вот у нас все помнят. Ну, хорошо. Значит, действительно, ну вот безусловный SVM выглядит так. Это, значит, С умножить на сумму по всем размеченным объектам. И здесь просто хинж-лосс я записываю. Максимум из нуля 1 минус отступ. Ну, давайте я забью на свободный коэффициент здесь. Плюс регуляризатор у меня есть. Одна вторая на норму вектора весов. Ну и все. Его это дело я минимизирую по W. Вот такая задача как бы в обычном SVM. Ну, собственно, вот этот хинж-лосс, он выглядит у меня вот как-то так. Если здесь у меня отступ нарисовать, а здесь функцию потерь, то хинж-лосс у меня типа вот так до единички убывает, как вы помните, а дальше на нуле. Называется хинж-лосс. Ну вот предлагается еще придумать вот такой штраф. Здесь отступ, здесь потеря. Если объект неразмеченный, то я предлагаю делать так. Если у него отступ маленький, то я штрафую, а если отступ большой, неважно положительный или отрицательный, я не штрафую. То есть штраф только за то, что объект находится близко к разделяющей гиперплоскости. Ну, значит, записывается это вот как. Давайте я вот дело скопирую. Значит, я еще добавляю третью сумму, третье слагаемое. Вот этот коэффициент, ну, гиперпараметр я назову C1. Давайте. Чтобы не напутать ничего. Значит, да. Вот это я назову C2. И здесь у меня будет просто сумма по всем неразмеченным объектам с L плюс первого до n-ого максимум из нуля и один минус модуль скалярного произведения. И это дело я минимизирую по W. Вот. И получается такая задача. Если вы нарисуете график в этой функции, он получится ровно вот такой. То есть я штрафую только за то, что у меня скалярное произведение маленькое. То есть за то, что у меня объект находится близко. Ну, вот как бы такая задача. Такая задача получается. Скажите, а вот глядя на этот функционал, можете сказать, какие проблемы могут возникнуть? Есть у вас идеи какие-нибудь, что может пойти не так? Это правда. Но вот тут есть конкретная проблема. Ну, ладно. Вы уже люди взрослые. Можете с таким работать. Ну, выпуклость, да. Да, да, безусловно. Да, кстати, это правда проблема. То есть я хотел про это позже сказать, но вы правы. Значит, минус номер один, что вот эта вот фиговина не выпуклая. Ну, легко заметить, что это не выглядит как выпуклая функция. Значит, нет выпуклости, то есть большие проблемы с оптимизацией нас ждут. Это правда. Но есть еще один минус. Вот первый мы не починим, а вот второй починить можно. Не-не-не, ну, это решим. Ну, два гипер... Ну, ладно, слушайте, два гиперпараметра не так страшно. Справимся. То есть это правда хуже, то есть дольше подбирать гиперпараметры. Согласен, да. В каком слогае? Нет, тут в совокупности проблемы. Ну, типа вторая, она повторяя первая. Да нет. Ну, смотрите, вот давайте вот обсудим. Давайте вспомним машинное обучение 1. Вот, например, вот когда мы говорили про классификацию, про метрики качества, вот с какими проблемами там сталкивались часто? Когда вот метрики качества классификации начинали вести себя неадекватно? Незблансировано. Скажите, а вот здесь может дисбаланс классов как-то помешать? Да, конечно. То есть здесь может быть проблема такая. Если у вас немного объектов размеченных, например, шесть всего, и типа миллион неразмеченных, например, вот таких, то есть даже пусть они разумные будут, но может оказаться, что в принципе тогда выгодно вот такую модель нарисовать. Потому что если вы такую вот делаете модель, у вас вот эта слагаемая уходит в ноль, это, ну что там, в нем у вас типа шесть объектов, ну подумаешь, там большой штраф, фиг с ним. Вот, еще вы там сделаете эту прямую с маленькими коэффициентами, вы это слагаемое занулите. Вот, то есть вот легко словить такую ситуацию, что типа у вас задоминируют неразмеченные объекты. могут задоминировать слагаемые 2 и 3. Как с этим бороться? Можно вопрос? Да, да, Максим. Это не решается, просто подходит С1? Можно попытаться, но проблема, что, возможно, вот для этой выборки С1, при котором получается неконстантная модель, будет таким, что вот уже вот эта слагаемая у вас, по сути, уйдет. То есть вы сведете это к обычному размеченному своему. Вот, Алексей говорит, что решение это больше разметки, это правда, да. То есть Алексей человек опытный, видно, да, что, конечно, собрать много размеченных данных, это хорошо. Вот Иван предлагает активную часть неразмеченных данных. Можно. Копипастить размеченные, Петр говорит. Ну, то есть типа какое-то делать, либо, как они называются, андерсэмплинг, либо оверсэмплинг. Можно. Но предлагается, на самом деле, немножко иначе поступить. Предлагается ввести ограничения. Добавим ограничения. Давайте потребуем, чтобы баланс классов в размеченной выборке совпадал с балансом классов в неразмеченной. То есть 1 делить на n умножить на сумму по всем неразмеченным данным, и здесь я напишу знак скалярного произведения W на X и T, должно быть равно 1 делить на l сумма y. Вот такое ограничение. Давайте просто добавим вот к этой задаче минимизации. Сделаем эту задачу снова условной. В чем проблема этого ограничения? Ну, даже не просто. Да, не линейное, но еще оно не дифференцируемое. Так, значит, кстати, вот Петр говорит, что на примере все должно быть крестиками. Да, да, Петр, совершенно верно. Да, то есть если у меня все неразмеченные данные только к одному классу относятся, то это ограничение мне все сломает. Да, но типа мы же всегда в машинном обучении действуем из предположения, что у нас там все данные одинаково распределенные, независимые. То есть мы предполагаем, что как бы мне генерируются неразмеченные данные из того же распределения, из которого размеченные. Да. А если у нас там не длина перекрестиками, которые были размечены, то он не такой, чтобы перекрестиками были неразмеченные? Ну, тут доли, да. То есть тут как бы у меня же стоит доля. То есть как бы если у меня половина крестиков неразмеченная, то половина должна быть и в неразмеченной. Вот. Ну, короче, так, а вот у вас же еще одна пара оптимизаций прошла. Вы уже обсудили, как решать задачи условные? А в этом методе вам нужно, чтобы дифференцируемым было все или нет? Там линейные только, да? Ага. Ну, короче, кажется, что для решения таких задач что-то дифференцируемое нам нужно. Поэтому, да, это как бы ограничение не очень, и мы его заменим давайте на более мягкое. Давайте вот такого потребуем. Так, значит, и от l плюс 1 до n. Просто я потребую, чтобы среднее значение скалярного произведения совпадало со средним значением y на размеченных данных. Вот. И вот такое ограничение я добавлю. Это линейное уже ограничение, да? То есть тут все хорошо. Я его добавлю просто к вот той задаче. Давайте задачу обозначим звездочка. Вот это мы добавляем. К звездочке. Вот. И получается такая вот условная задача оптимизации. Такая вот интересная. А какие-нибудь вопросы про это? Почему? Почему у нас вот это, в котором мы получили задачу, почти такая же, как с матом? Я не говорю, что им почти такая же, но просто как бы вот это вообще нерешаемо, да? Нужно как-то ослабить было ограничение. Ну, что мы можем придумать? Ну, самое простое – убрать знак просто. То есть, типа, чтобы там, грубо говоря, средний отступ на неразмеченных данных был, там, баланс у него такой же, как на размеченных. Но это такое мутное очень. То есть сходство призрачное достаточно. Так, Петр спрашивает, зачем умягчение? А, Петр, ну, потому что вот эта штука недифференцируемая была. А мы обсудили тут, что все более-менее численные методы для решения задач условной оптимизации требуют, чтобы условия тоже у вас были дифференцируемые. То есть это просто было нерешаемо. Для этого мы убрали знак и получили что-то поброще, что-то линейное. Вот это, значит, как боремся с невыпуклостью? Ну, про это есть целая история. То есть есть… Так, во-первых, Петр, на ваш вопрос ответил про умягчение. Вот, значит, вопрос, что делать с невыпуклостью. Значит, здесь прям есть большое количество разных методов оптимизации, которые позволяют такое делать. Ну, вот, например, вам даже на МО, наверное, рассказывали, раньше рассказывали, по крайней мере, про метод, называется SSR. У нас SSR, короче, Convix Concave Procedure расшифровывается. Вот, это метод, который как раз-таки нужен для оптимизации функционалов, в которых у вас есть, типа, выпуклая часть и вогнутая часть. У вас же здесь ровно оно, да? Выпуклая часть, вогнутая часть. Выпуклая и вогнутая функция. Вот, и там некоторый специальный метод, который, ну, грубо говоря, там сначала одну часть оптимизирует, потом другую. Вот, он довольно хитрый, сейчас как бы не время его обсуждать, но вот как бы можно его использовать. То есть там прям специальный метод для оптимизации, вот, и вы их обсудите. Вот ответ такой, наверное. Да. Как это? В неразмеченной части? А, господи, да, 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 простите. Ой, это я везде накосячил, да. Да, 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 да. Да, и вот здесь тоже надо поправить. Да. Максим, спасибо большое, что заметили. Да, я виноват. Мой косяк. Вот, еще вопросы какие-нибудь здесь? Он работает сильно медленнее, но в целом отрабатывает. То есть я запускал, ну, как-то за пару часов что-то обучится у вас там. Вот, но понятно, что если вы потом еще захотите сделать какой-нибудь там ядровой переход, тогда у вас, конечно, все помрет. Так и Иван говорит, что мы Советский Союз обсуждаем. Да, Иван, да, очень актуально для сегодняшнего дня. Окей, еще вопросы? Давайте тогда дальше. Значит, дальше есть еще один класс методов. Графовые. Ну, значит, здесь идея такая, что, вот, допустим, у вас есть, опять же, какие-то данные размеченные, есть данные какие-то неразмеченные. Вот, неразмеченные, допустим, вот как-то так у вас идут. Вот, ну, и вот, собственно, вот, когда я говорил про селф-трейнинг, вы правильно заметили, что, вот, допустим, я проведу модель по размеченным данным вот так, и, например, вот эти могу отнести не к тому классу, да, это вы правильное замечание делали. И вот тоже, когда мы селф-трейнинг обсуждали в самом начале, вы сказали, что, может быть, нам на расстояние смотреть нужно, да, может быть, нужно как-то по близким объектам распространять наши метки. Вот, собственно, графовые методы как раз про это, что вот давайте возьмем размеченные объекты, например, там, вот этот, вот этот, и их метки как-то распространим на ближайшие объекты, то есть добавим требования в нашу задачу, что если объекты рядом, то метки на них, наверное, похожие. Значит, идея, ну, что ли, регуляризации, давайте так назовем. Если объекты близки… Ну, в селф-трейнинге все-таки мы смотрели на уверенность модели, то есть где модель уверена, там мы метку от модели и проставляем, а здесь мы будем говорить именно про расстояние между объектами, это не совсем уверенность, да, вот разница в этом только. Но это близкие подходы, да. Если объекты близки, то метки на них должны быть похожи. Вот. Ну, давайте попробуем это как-то записать. Значит, давайте начнем с чего-то понятного. Давайте запишем лос какой-нибудь для размеченных данных. Ну, какая-нибудь функция потерь, y и т, а от x и т. Тут все понятно. Ну, наверное, какой-то регуляризатор у нас будет. Давайте добавим его, какой-нибудь там лямбда 1 умножить на r от а. Это регуляризатор. Ну, там норма весов, например. Или что-нибудь еще. И вот теперь давайте вот эту идею как-нибудь попробуем сюда скорячить. Скорячить. Но можно это сделать так. Значит, мы потребовали, чтобы на близких объектах у нас были похожие метки. Наверное, тогда мы можем записать следующее. Давайте запишем пару, значит, сумму по всем парам объектов. Здесь я запишу какую-нибудь меру сходства между ними, w и t житое. И здесь просто будет разница между a от x и т и a от x житое в квадрате. Вот такое добавлю. Ну, например, w и t житое. Это у меня может быть там что-то типа экспонента от минус расстояния между x и т и x житое в квадрате поделить на 2 сигма квадрата. Ну, такое. А на что это похоже? Так, а еще сильнее на что? На учение метрик. На учение метрик. Так, а что еще? На гауссовое ядро? Ну, вот это, конечно, на гауссовое ядро. То, что в КНН, да, но еще на что-то. Мы вот у вас и домашка про это была, и мы на лекциях обсуждали. Вот, на лаплосиан графа, конечно. То есть, если... Значит, давайте нарисую. Да, да. Значит, если построить граф на объектах... с весами рёбер дублевое и житое, то это лаплосиан графа. Как бы вот здесь записано, то это лаплосиан графа. Вот, то есть, это слагаемое можно записать в виде вот таком. Это а-транспонированное на лаплосиан на а, где а – это вектор из прогнозов модели на всех объектах. Ну, а l – это понятно. Это там матрица диагональная, где на диагонаре написаны степени вершин, минус матрица смежности, матрица весов W. Вот, получается такая задача. Давайте перепишем её в более компактном виде. Это сумма по всем размеченным объектам. Здесь функция потерь. Плюс регуляризатор, плюс λ2 умножить на а-транспонированное, l на а. И это дело мы минимизируем. Вот, по модели. Вот такая задача получается. Собственно, вот такой подход называют manifold regularization. Manifold. Вот, то есть, на мой взгляд, это прикольно, что мы вот вводим какой-то регуляризатор, который как раз-таки связан с графовой структурой наших данных, и вот он требует как раз-таки, чтобы у меня модель выдавала похожие прогнозы на объектах, которые близки между собой. Вот, интересная идея. И, в принципе, такие регуляризаторы можно и в целом использовать где-нибудь. Если мы верим, что у нас у данных есть такая метрическая структура, если мы верим, что модель должна на близких объектах давать похожие прогнозы, можно вкорячить вот такое слагаемое в вашу модель. Вот, тут вопросы какие-нибудь? Ну, потому что, типа, вы требуете, чтобы ваша модель была вот таким, она была гладким многообразием каким-то, которое ваши данные описывает. Ну, что-то там, такие слова, наверное, нужно сказать. А это не похоже на то, что вы применили какую-нибудь спектральную кластеризацию или пластеризацию из одного кластера? Ну, типа того, да. То есть, по сути, то, что вы предлагали вначале, это такая сглаженная версия. Да, да, да. То есть, да, по сути, мы как бы одновременно делаем кластеризацию и требуем, чтобы объекты из одного кластера были с похожими прогнозами, да? Все так. Вот, ну, такие вот методы есть. Ну, это, конечно, классы методов, да, но вот основные классы мы разобрали. Вот есть там графовые, можно это развивать тоже. Есть методы на основе моделей, когда мы в модель добавляем какой-то лосс, дополнительный функционал. Есть там вероятностные штуки, есть вот какие-то совсем эвристические подходы, вроде селф-трейнинга. Вот, на самом деле, я все рассказал, что хотел. Вот, как бы, тут не очень много рассказывать про селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф-селф. Вот, если что-то еще… А, вот то, что было… Вот, Петр спрашивает про label propagation. Ну, на самом деле, вот эта графовая история – это такая версия label propagation, то есть, когда мы распространяем метки на близкие объекты. Но можно и… Ну, окей, давайте скажу пару слов. Значит, label propagation – это такой очень мутный алгоритм, в котором говорится примерно следующее, что вот опять же, есть у меня данные. Ну, давайте сразу граф на них построим. Вот, есть, значит, какие-то данные. Значит, пустые кружочки – это неразмеченные данные. Вот, есть какие-то минусики. Это другой класс, например. Вот, что-то такое. Вот, и идея label propagation в том, что мы как бы постепенно распространяем метки от размеченных вершин к неразмеченным. При этом там есть какие-то очень хитрые правила, то есть, там реально вот в этом разбираться можно очень долго. Есть хитрые правила про то, как мы это делаем, что мы там передаем, потом можем обновить эту метку, там есть разные еще сигналы, которые мы направляем и все такое. Вот, но там, ну, короче, давайте напишем, что некоторые там эвлистический алгоритм для передачи меток на соседние объекты. Вот, значит, Марина спрашивает, откуда граф и может ли быть одна компонента для всех меток? Ну, граф мы строим просто по, например, порогам каким-то, то есть, если расстояние между объектами меньше какого-то порога, то мы проводим ребро, например, вот такое может быть. Ну, как это было, когда мы обсуждали спектральную пластеризацию. Вот, может ли быть одна компонента? Может, да. То есть, может быть какое-нибудь там соединение вот такое. Ну, вот как раз там эти эвлистики придуманы, чтобы мы как-то это корректно обработали. Ну, как-то это работает, не факт, что это лучше других методов. Вот, лейбл скейлинг, вот что-то такое не помню, если честно. Лейбл скейлинг. Что-то похожее. Короче, это просто разные вариации на тему передачи сообщений между вершинами. Разные там формулы, которые в большом количестве можно изобретать. Это очень похоже на первый алгоритм, который мы в КНД применили. Да, вот, собственно, да, очень правильная мысль, что это похоже на селф-трейнинг, который мы в КНД применили. Да, все так. Вот, еще вопросы какие-нибудь? Почему S3VM нет в эскалерне? Да, его нет в эскалерне. Почему? Не знаю. Вопрос к разработчикам. Есть отдельный. Он встроен в разные SVM-овые библиотеки. То есть, по-моему, он то ли в SVM Lite встроен, то ли еще куда-то, то ли отдельное либо с ним есть. Ну, короче, найти имплементации можно, просто отдельные. Ну, в принципе, что, градиентного бустинга тоже нормального нет в селф-трейне, да, так что… Там есть Ada Boost. Ну да, вот есть Ada Boost, да, можно использовать, в принципе. Ну, в общем, почему-то не стали встраивать, не знаю почему, но воспользоваться можно при желании. Вроде вот этого тоже нет в селф-трейне. Ну что? Все, да? Нету, да, Петр говорит. Ну ладно, ну вот как бы поговорили коротенько, обсудили. В следующий раз тогда уже с вами начнем говорить про методы обучения с учителем. Снова поговорим, будем говорить про ранжирование, рекомендательные системы, и это такой будет разговор прям на много занятий. Весь апрель будем это обсуждать. Все, тогда спасибо. Колог? Ну вот я стараюсь договориться, что в конце апреля. Вы слушали уже через три недели. Ну, это аж через три недели. Можно подумать, вы будете готовиться больше недели. Ну, и так, и так, на выбор. Что на колке? Я напишу объявление, в общем, не переживайте. Ладно, все, давайте, до свидания.